Здравствуйте, с вами FIFU TV, и я представитель 16-й команды, и по совместительству ваш сегодняшний ведущий Анна. Привет! Пятница замечательный день, как минимум потому что это конец недели, предвещает выходные, ну и потому что в этот день происходит очень много интересных событий. Что же именно произошло на кампусе ДВФУ, мы узнаем в сегодняшних репортажах. Все-таки странно, это штука банки, никто не понимал, как они работают, займы, кредиты, проценты, в общем что-то несовместимое, ну по крайней мере с моим гуманитарским мышлением. А Сбербанк так еще и фестивали устраивает. Это что-то новенькое. Кажется, самое время посмотреть об этом репортаж. Здравствуйте, с вами FIFU TV. Сейчас в корпусе Б проходит международная конференция от Сбербанка. Здесь бесплатно кормят, приходите, посмотрите. С вами был FIFU TV, спасибо. Вы думаете, я вам язык показываю? Не-не-не-не-не. Я изображаю Альберта Эйнштейна, потому что, наверное, это единственный физик, которого я знаю. Ну не то чтобы прям там лично или что-то такое, ну просто я знаю. Ну и кстати, да, знаю только, что он язык показывал. Но, например, в FIFU с этим все хорошо. Сюда приезжают довольно знаменитые физики и просвещают молодые умы, причем довольно успешно. И, кстати, об этом наш следующий репортаж. Здравствуйте, с вами FIFU TV и я, главный франк Москвы. Недалече, как вчера, в ДВФУ прошли занимательные и великолепные лекции по физике. Грех было там не побывать. Все прошло очень увлекательно и здорово. Была возможность узнать очень много нового. Поэтому, если в следующий раз выдастся такая возможность, не упустите свой шанс и обязательно там побывайте. С вами была FIFU TV. Хотите, я поздороваюсь с вами на японском? Конь-ти-ва! Могу на немецком. Гутен-морген. Могу на французском. Бон-джух. Ну, на английском, наверное, каждый дурак умеет здороваться. А вот с китайским дела обстоят не так уж и хорошо. Хотя это наши ближайшие соседи. Но, что самое интересное, прошел конкурс китайского языка у нас на острове ДВФУ в эту пятницу. Посмотрим же об этом репортаж. С вами FIFU TV. Мы желаем вам дальнейших успехов. С вами была FIFU TV. Боже, какой он красивый. Он такой замечательный. У него такой проникновенный голос. Я просто вот смотрю на него, и у меня сердце радостью переполняется. Я вот вдохновляюсь. Фурсенко такой... Господи, как он говорит? Как он говорит? И главное, ни один вопрос не может достать его врасплох. Это было просто великолепное зрелище. А тем, кто пропустил, ну и зря. С вами FIFU TV. Сейчас мы находимся на другом столе, посвященном вопросу образования. Приехал сам министр образования Фурсенко. Темы, которые поднимаются, стоят очень остро. И очень приятно, что этим действительно занимаются. И что такие чиновники высокого ранга посещают ДВФУ. Лекция прошла очень здорово и интересно. Спасибо. С вами был Илья Худова. Хорошо, сегодня там штабные штаммы герокулезы. Они приспособились к существующим антибиотикам. Антибиотик на них не действует. И... Либо надо отсылать новые синтетические антибиотики. Это очень дорогое удовольствие. А самое главное, что ты не сухая, потому что очень быстро привыкается. Есть такая штука в благодарность преподавателю. Ну, конфеты там, например, подарить. Или там чайный набор. Ну, или бутылку чего-нибудь хорошего вроде газировки. Вот. Но в ДВФУ с этим дела обстоят куда лучше. Самых лучших преподавателей награждает сам ректор. Все это проходит огромной пышной церемонией. Посмотрим об этом репортаж. Здравствуйте! С вами ФИФУ-ТВ. И пока я жду, когда Дуняша поставит на конец таки самого, чтобы я мог отыгреться от холода этого корпуса, я хочу рассказать вам о том, что недавище, как вчера, прошло награждение лучших преподавателей ДВФУ. Сам ректор вручил награды и ответил самых лучших за их вклад в учебу, так сказать, в просвещение и улучшение нашего молодого поколения. ФИФУ-ТВ также говорит им спасибо, благодарит за работу и желает в дальнейшем всяческих успехов. С вами была ФИФУ-ТВ. Пойду найду Дуняшу. Итак, всем нам известно, что вчера прошло продлато. Это была, в принципе, можно сказать, еда на халяву, но пришлось постигнуть правила такой непростой игры, как лото. Было очень интересно. В клубе под лестницей отличная атмосфера для проведения таких мероприятий. Плюс парень в костюме банана был такой классный, господи. Вот, поэтому молодцы все те, кто сходили. Ваше предупреждение было, чтобы вам было удобно. Единственное, что я хочу сказать, что правила игры про лото, но в честной области правила игры лото. Вот, сейчас каждый из вас, кто уже не заинтересовался, может просто идти, но я бы сказала вам остаться. Смотрите, я расскажу вам вот такие замечательные карточки. У каждого будет по одной карточке. Заденьте у вас, как вы сейчас все равно, мы будем продать еще раз. Здравствуйте, с вами Эфи Фу ТВ. Сегодня у всех любителей поесть была отличная возможность сделать это абсолютно бесплатно, всего лишь сыграв в лото. Клубе под лестницей сегодня прошло замечательное предприятие, что у нас род лото. Все было замечательно, с вами была Эфи Фу ТВ. С вами была Эфи Фу ТВ, 16-я команда, и я все еще ваш самый главный франк Москвы. Обязательно посмотрите завтрашний выпуск, потому что он будет последний в этом учебном году. Пока!